Дорожное движение Дорожное движение Дорожное движение Превышение скорости может обернуться очень серьезными последствиями Ведь чем быстрее едет автомобиль Тем сложнее водителю в случае аварийной ситуации Вовремя среагировать и избежать ДТП 14 марта Около 3 часов утра На 24-м километре автодороги Клинцы-Сураж В Суражском районе 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 Двигаясь в сторону города Клинцы Не справился с управлением допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на опору стационарного уличного освещения. В результате ДТП 21-летняя пассажирка от полученных травм скончалась. Еще один 17-летний пассажир с различными травмами после оказания медицинской помощи отпущен с назначением лечения. Предварительной причиной ДТП стало нарушение водителям ВАЗа, скоростного режима и недостатки в содержании дороги. В момент совершения ДТП на дорожном покрытии имелась зимняя скользкость в виде стекловидного льда. Ехал эта дорога, была нормальная, потом резко поймал скользкий промежуток и начал швырять. В итоге не справился, занесло об столб. По данному факту в отношении обслуживающей дорожной организации возбуждено дело об административном правонарушении. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. После ДТП зимняя скользкость на дороге была устранена. Опора стационарного уличного освещения восстановлена. Каждую неделю статистику ДТП пополняют случаи с участием нетрезвых водителей. 13 марта около 11 часов вечера в советском районе города Брянска произошло еще одно ДТП по вине нетрезвого водителя. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Опель Зафира», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Горбатого со стороны улицы Советской в сторону улицы Бежицкой, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Лады Ларгус» с различными травмами госпитализирован, а 31-летний пассажир автомобиля «Лада» после осмотра отпущен с назначением лечения. В момент ДТП пассажир «Лады» не был пристегнут ремнем безопасности. Несмотря на достаточно серьезные последствия, фактов нетрезвого вождения меньше не становится. Только в текущем году сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 800 водителей с признаками опьянения. Из них свыше 100 сели за руль в нетрезвом виде повторно, и теперь им грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Садясь за руль в состоянии опьянения, безответственные водители подвергают опасности как свою собственную жизнь, так и жизнь других участников дорожного движения. Климовский районный суд Брянской области вынес приговор в отношении еще одного нетрезвого водителя. Напомним, 7 мая прошлого года в поселке Климово 26-летний водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии опьянения, не учел скорость, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате ДТП травму получил 20-летний пассажир ВАЗа, который скончался впоследствии в медицинском учреждении. Суд признал водителя виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии поселений. В марте произошло 3 ДТП с участием детей до 16 лет. И все они произошли на территории города Брянска. В одном случае травмы получил несовершеннолетний пассажир. В двух остальных под колеса автомобилей попали юные пешеходы. Один из детей перебегал дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, из-за стоявшего у края проезжей части автомобиля. Второй перебегал дорогу по пешеходному переходу. Большинство ДТП с участием детей-пешеходов происходят примерно в одинаковых повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных ловушках. В преддверии наступающих весенних каникул сотрудниками ГИБДД проводятся практические занятия и инструктажи, направленные на формирование у детей устойчивых моделей безопасного поведения на дороге. Указанные занятия проводятся в том числе с использованием возможностей видеоконференц-связи на платформе Zoom, что позволяет охватить максимальное количество школьников. Не остаются без внимания автоинспекторов и родители, для которых систематически разрабатываются и рассылаются посредством чатов соответствующие информационные материалы по вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Кроме того, на территории города Брянска в период с 18 по 19 марта будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-пешеход». Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения не проходить мимо детей, нарушающих правила дорожного движения. Водителям следует быть особенно внимательными, проезжая вблизи детских учреждений и игровых площадок, так как перед автомобилем в любую минуту может внезапно появиться «Ребенок». Сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям контролировать каникулярный досуг своих детей, исключить факты бесконтрольного пребывания школьников вблизи дорог. Помните, что родители должны стать наглядным примером для детей в соблюдении правил дорожного движения. С 1 марта вступили в силу нововведения по процедуре технического осмотра. Эти изменения коснулись не только владельцев автомобилей. Ужесточен контроль и за техническим состоянием автобусов. Теперь в соответствии с правилами организации и проведения технического осмотра автобусов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации, технический осмотр автобусов будет проводиться аккредитованными операторами технического осмотра с участием сотрудников госавтоинспекции. Весь процесс технического осмотра будет проводиться по предварительной записи и фиксироваться на камеру с привязкой к местоположению пункта прохождения осмотра. График предварительной записи формируется оператором технического осмотра по согласованию с сотрудниками госавтоинспекции инспекции в свободном формате в режиме реального времени на официальном интернет-сайте оператора технического осмотра. Решение о включении или не включении заявки в график, а также информирование заявителя о принятом решении осуществляется оператором технического осмотра в течение одного рабочего дня со дня поступления заявки. Проведение технического осмотра автобусов осуществляется не ранее, чем через пять рабочих дней со дня поступления заявки, в отношении которой принято положительное решение. Результаты диагностирования технический эксперт вносит в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Карту подписывает и технический эксперт, и сотрудник госавтоинспекции. И на сегодня это все. Желаю вам безопасного пути и только хороших новостей. До встречи в эфире на телеканале Брянская губерния. Редактор субтитров А.Семкин